всем привет 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 добро пожаловать на мой канал продолжаем сегодня делать заготовки на зиму совсем недавно я вам рассказала как баклажаны я закрываю как я разные рецепты кстати баклажанов баклажан дело аджику и когда я делала аджику вот помните там перец на мясорубке кто кстати приготовил по этому рецепту поделитесь как вам понравилось или нет потому что моя приятельница лена посмотрел это видео горит я сделаю по твоему рецепту и они уже с мужем уже там очередной замес они очень любят острое и очередной замес делают и в этом видео я сказала что моя мама готовила тоже одну такую острую закуску и называл этот кемали конечно это не ткемали разумеется это не ткемали просто мама так называла и в наш обиход вошло именно такое название этого это острый приправа это острая приправа я родилась на кавказе и мы знаем кухню народов и западного кавказа и северного кавказа и но тем не менее вот мама так назвала это блюдо и я так его назову что нам нужно что нам нужно я буду готовить его из помидоров нет не слива а помидорчики вот метания тут купила целую кучу помидоров и я буду делать именно из них в отличие от предыдущего рецепта вот в котором я готовила перец лечо здесь не невозможно сделать из томатной пасты даже если это томатная паста будет крайне хорошая вот как предыдущем нет это будет не то нам нужны живые живые помидорчики прям вот живые живые помидорчики что я прежде всего с ними сделаю сейчас я их помою разрежу вытащу из них вот вот это вот вот это вот и перекручу их на мясорубку как делала моя мама я буду делать не так как делала моя мама мама резала эти помидоры и варила их она их варила в большой кастрюле потом остужала и через крупное сито их или там через дуршлаг их перетирала чтобы не было ни косточек не кожицы ничего достаточно долгий трудоемкий процесс я не хочу так делать не хочу не буду я и сейчас помою нарежу перекручу через мясорубку что нам еще понадобится конечно нам понадобится чесночок вот он у меня на такое количество помидоров у меня и кстати здесь два килограмма два килограмма помидоров на 2 килограмма помидоров мне понадобится головка чеснока два вот таких вот острых перца можно положить больше но тогда будет очень остро я из них семечки вытаскивать не буду я их прямо как есть вот так вот и буду использовать отрежу только хвостики и если кто-то хочет поострее то добавьте больше не проблема это больше чеснока больше перца конечно нам понадобится соль разумеется как мы будем это все готовить и самый главный ингредиент это приправы это зелень конечно же зелень вот посмотрите у меня укроп петрушка и ароматный базилик очень это все прям вот благоухает еще в этот зелень какую не можно нужно добавить это кинза но дело в том что кинзу не любят моим взять то есть категорически не любит ну дочка то понятно никакую траву не ест вот и вообще турки редко употребляют кинзу в своих блюдах удивительно но это так и на базарах даже нужно побегать чтоб ее найти ну вот ну хорошо что ее нет потому что взять есть не будет обойдусь без него без этой кинзы я как-то делала такое такую приправу думал ему понравится он попробовал говорит мама там кинза я груда он как я не буду есть ночью что нам понадобится я вам рассказала соль по вкусу уже как в процессе будем добавлять когда будем варить помидоры ну что приступаем рецепт очень простой нарезала помидорчики и сейчас перекручу их вот на мясорубке так томат готов теперь я это поставлю на плиту и это надо очень сильно уварить нужно чтобы жидкость вот это вот была однородная вся ставлю это кипятится варить на медленном огне уваривать мясорубку я не убираю и сейчас я здесь же перекрыть перекручу этот горький стручковый перец будьте осторожны с ним потому что можно повредить слизистую он очень горький перекручу это и это будет ждать своего часа мясорубка нам больше не понадобится а теперь надо нарезать зелень ну в принципе ее можно было тоже через мясорубку прокрутить но мне не нравится такая каша мне нравится когда в этой в кемале попадаются кусочки прям листики зелени поэтому я постараюсь нарезать это помельче ну если будут какие-то попадаться более крупные кусочки это нисколько не испортит вкус и вид этого этой приправы томатик проварился он загустел теперь сюда я отправляю чеснок и горький перец так и надо посолить ну вот примерно вот столько мне надо будет соли нет наверное чуть побольше вот так все еще сейчас это практически немножко вот такая вот у меня кашица получается вот я проварила помидорчики чеснок и жгучий перец и сейчас прям сюда добавляю всю эту зелень вся прелесть конечно в зелени размешаем ой вы не представляете себе какой идет аромат от этого а знаете когда берешь базилик синий вот у меня зелененький базилик а когда берешь синий она такими красиво получается с такими пятнышками темненькими вся эта масса ночью это надо проварить чуть-чуть ну чтобы зелень со сварились и можно уже раскладывать по стерильным банкам приправка готова я ее разложу по баночкам какие лучше баночки брать ну в принципе конечно хорошо бы брать баночки большие чтобы открыл и на один раз съел и как бы в следующий раз потом уже открываешь свежую но поверьте мне если вы положите в большие банки все равно это съестся очень быстро потому что это очень вкусно смотрите какая красота у меня получилось вот такое вот приправа к мясу ко второму к любым блюдам очень вкусно с салом раскрою вам тайну это вот такое у меня получилось ткемали в кавычках ткемали по рецепту моей мамы если кто-то так делал напишите пожалуйста понравилось ли вам понравился ли вам мой рецептик всем рекомендую